Всем привет! Сегодня вам покажу рюкзак. Рюкзак не мой, мне его предоставил мой товарищ Женя, вы его видели в моих видео, с ним ходили в поход пару раз зимой. Я с этим рюкзаком ездил на зорницу и последний раз ходил с ночевой тоже с этим рюкзаком. Рюкзак это название его Scout 110, фирма, я поискал в интернете, фирма Mobula. Первый раз сегодня о ней услышал, то есть нашел в интернете, стоит он примерно тысяча восемьсот, две тысячи, ну где-то так. То есть это рюкзак модель Scout 110, то есть соответственно 110 литров его полный объем. Рюкзак начального уровня, совсем, скажем, для начинающих. Давайте задней части. Сзади у него есть подкладка, подкладка с пенкой получается, то есть она не жесткая, то есть какой-то жестких подвесов не имеет данный рюкзак, но такая вот пенка там присутствует вот по этому каркасу, вот по этому линю и сверху. Значит лямки, лямки вполне себе мягенькие, тоже с пенкой. Система подвеса лямок, ну она как бы стандартная, регулируется по длине, но не знаю, видимо это я, не смог настроить ее как следует, но мне было почему-то неудобно, ну скорее всего я не смог настроить ее под себя. Грудных стяжек нету, есть и поясной ремень, то есть он тоже мягкий, также здесь можно подтянуть для удобства под себя, но я пользовался вот этой стяжкой, то есть здесь можно, ну здесь получается это не быстрая стяжка, то есть она перекинуть, а здесь же очень удобно, то есть Fastex вставил и подтянул, то есть это работает быстро, оперативно, удобно. То есть поясной ремень удобный. Значит, в передней части имеется большой там карман на молнии, на крупной молнии, то есть объем у него не скажу, ну то есть вон рука почти по локоть влазит, карман большой, но что скажу, то есть просто данный форм-фактор рюкзаков мне не особо нравился, потому что вот когда я ездил и на зорницу, и в поход ходил, карман большой, то есть получается ты всю мелочевку туда складываешь и потом чтобы что-то найти тебе приходится либо там шариться, рыться, либо все вытаскивать. Хорошо, что карман большой, но лучше бы здесь было, не знаю, так вот допустим пополам, один вот такой карман длинный большой и еще два небольших кармашка, вот было бы для меня намного удобнее. Также карман, карманы есть по бокам, то есть они не застегиваются, они на утяжке, это больше такие карманы, упоры, здесь чтобы вода, наверное, вытекала, проветривалась, это больше такие, не то что карманы, но такие вот упоры, если что-то длинномерное сюда привязывать, чтобы сюда упиралась. Я сюда в одну, в один карман клал топор в моем чехле, в другой бутылку, ну маленькую бутылку с соской, чтобы удобно было пить. По бокам имеются стяжки, стяжки не на фастексах, а именно просто вот на таких штучах, но они в принципе легко, их можно застегивать, перемещать туда-сюда, но тем не менее держат они крепко. Что хотелось сказать, моя пенка, она толщиной 12 миллиметров, и вот этой длины этих стяжек мне ну хватало просто-притык. То есть вот видите, то есть приходилось либо вот так вот ослаблять его почти до полного и как-то проталкивать, либо полностью вытаскивать и потом тоже как-то ужимать все это и пытаться проталкивать. Было, ну еще бы, лишние 10, еще бы лишние 10 сантиметров вот этой вот стропы, они бы веса не добавили, но сделали бы намного удобнее. Также не помешали бы и фастексы, ну фастексы это уже ладно, это все утяжеление, хотя для меня это не утяжеление. С другой стороны точно также. Имеется ручка впереди и ручка сзади, то есть в принципе вот так вот переносить где-то в лагере удобно с места на место. Имеется клапан, клапан полностью съемный и так называемый плавающий. То есть это не то, что он плавать умеет, а то, что он регулируется. То есть вот здесь можно сделать выше и вот здесь вот тоже. То есть его можно, чтобы он значительно выше можно его поднять. Также его можно снять полностью, то есть кто не любит клапана. На клапане, в клапане вернее есть карман. Карман тоже объемный. Я тоже им пользовался, тоже какую-то мелочевку. Сюда можно складывать там карты, какие-то мелочи. Так, клапан отстегивается. А на клапане еще здесь есть сверху вот такие вот, так скажем, не молли, но крепления. То есть здесь вот для строп, здесь вот можно какую-то веревку пропустить. То есть что-то сверху еще дополнительно закрепить можно. Также и внизу имеются вот такие вот петельки, не маленькие. То есть пропустить, если две веревки допустим, хоть вот так вот, хоть вот так вот. То есть что-то можно прикрепить, какое-то оборудование, снаряжение. Ту же пенку, в принципе, можно прикрепить не сюда, а с помощью обычной веревки привязать сюда. Значит, сверху, так как бы выше видно, имеется две утяжки. Так, две утяжки. Ну здесь, понятно, здесь просто мешок на 110 литров. Вот этот вот клапан, сколько он, 10 сантиметров, наверное, 20. Он утягивается. И потом еще, если вещей немного, то еще и вот это вот. То есть у меня много вещей, и как бы я не набивал этот рюкзак. И потом еще вот здесь вот утягивается, ну и он становится более компактный. В принципе, удобно, неплохой как бы рюкзачок, недорогой. Ну 110 литров для меня это просто излишне много. Литров на, ну для таких вот походов с ночевкой, литров 80 было бы за глаза, и вполне достаточно. Но мне нравится вот именно на таких рюкзаках, хоть у меня и не было, но мне больше нравится, когда есть еще и нижний вход. То есть здесь, получается, отстегивается также на молнии, также на стяжках, вот на фастексах. И есть отделение, допустим, под спальный мешок. То есть можно его вытащить, не вытаскивая как бы все, что у меня есть в рюкзаке. И там тоже есть перегородка, которая тоже отстегивается. Вот это не про этот рюкзак, это что хотелось бы. Также хотелось бы карманов, если даже не нижний вход, то есть рюкзаки с боковым входом. То есть здесь вот, допустим, либо одна молния, либо с двух сторон. То есть можно снизу что-то достать, не копаясь сверху полностью во всем рюкзаке. Это удобно, но это снижает, ну, наверное, всю конструкцию, то есть снижает прочность. Ну, не знаю, мне бы этого хотелось в своем рюкзаке. Но, опять же, это значительно удорожает цену. Для начинающего туриста рюкзак Scout 110 можно набирать прямо по-русски Scout 110. А не есть Scout 80, 60, даже что-то вроде бы 40. Ну, вот 80 или 65 для меня было бы, в принципе, неплохо. Ну, пока Женя у меня не попросил этот рюкзак назад, я ему предлагал, говорю, когда тебе отдать. Он говорит, так пользуйся, пока мне не нужно. У него есть другой рюкзачок. Ну, все, надеюсь, было полезно кому-нибудь. Вот такой вот рюкзак, недорогой, начального уровня Scout 110. Спасибо за внимание. Пока.